Центр реабилитации и клуб светлотехники перенесут на территорию предприемства. По библиотеке вопросы по куль открытые. Сегодня зацикавленные боки обмерковали актуальное питание, которое в последний час турбует неведущих людей. И вызначили шляхи выражения каждой ситуации. Площа двухповерхового дома свыше 1300 квадратных метров. Тут размещается Центр реабилитации инвалидов по зроку, клуб, библиотека. Обслуговать такую территорию, забеспечивать теплом, электричностью дорого. У вынику повышается кошт, вырабляемый на светлотехнице продукции. Выйсти, перенесть все на другий поверх завода. Там зробят ремонт за гроши, які отримают от продажи будинка. Клуб в месяц наведывают усяго коля 30 человек. Тому проблемы с проходом великой колькости людей на территорию завода после переноса туда клуба докладно не возникнет. А работа у сих гуртку и объединение, як и ранее, будет финансоваться в полном объеме. Действительно, мы считаем сейчас деньги. Клуб на сегодняшний день занимает 20% площадей предприятий. И это надо топить. Топить или электричеством обеспечивать. То есть это все ложится на себестоимость продукции, которая возрастает. И когда в советское время это все было копейки, тогда было понятно, что мы могли топить что угодно за копейки. То сейчас это очень дорого на сегодняшний день. И мы делаем все возможное, чтобы это как-то уплотнить. Но, повторяюсь, организация и предприятия в том числе созданы для того, чтобы люди могли не только работать, а могли в шахматы играть, в хоре петь, плавать, революционной работой заниматься, компьютером обучаться. Вот не зря, чая есть программа. И мы для этого и существуем. Еще одно актуальное питание – изменение инфраструктуры для предприемства и дома малосемейного типу, в котором проживаются тотально слепые и инвалиды по зроку. С правой тем, что в межах инвестпроекта по будильнице гипермаркета на скрыжевании улиц Советской и Яфремова предуглежено поширение проездной частки, перенос припыночного пункта Гар-электротранспорт и скоростный проезд для технологичного транспорта. Будет перекрыть традиционный проезд со стороны магазина «Корона». Значит, сквозного проезда уже не будет. Будет осуществлен перенос остановочного пункта по четной стороне улицы Советской со стороны предприятия «Светотехника» на 17 метров вперед. И сегодня коллегиально, с участием городских и районных властей, наконец-то вроде как нашли какой-то общий консенсус. Тот заезд улицы Советской, который планировался ранее, проектной документацией, будет перенесен за остановочный пункт. Таким образом, пути движения тотально слепых или людей с ослабленным зрением не будут пересекаться с движением транспорта. В любом случае, главное – уличность интереса и потребностей инвалидов по зроку. Уладкование додатковой безбарьерной территории для неведущих людей по башь с предприемством «Светотехника» плануется завершить до конца липеня. Марина Джала, Евгения Кухаронак, Игорь Марышенко, телерадио «Компания Гомель».